Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. В столице началось пленарное заседание Международного технологического форума Digital Bridge 2022 под председательством главы государства Касмжа Марта Токаева. Ежегодная диалоговая площадка в этом году собрала больше 5000 участников из разных стран. Среди них стартаперы, эксперты, бизнесмены и политики. В течение двух дней они будут обсуждать существующие тренды в IT-индустрии и определят планы на будущее. Между тем, мигрантам из России предложат невостребованные у казахстанцев рабочие места. Речь идет о сезонных работах, в том числе в строительной сфере. Однако в приоритете все же будет местное население. Об этом заявил министр нациоэкономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажелиса. В целом же глава ведомства считает, что приток дополнительных специалистов это неплохая тенденция, которая увеличит спрос и конкуренцию на рынке труда. Однако речь идет о частных компаниях, подчеркнул Куантыров. В госструктурах, которые затрагивают интересы государства, мигранты работать не будут. Есть же определенные квоты на иностранную рабочую силу, но в рамках ЕАЭС там свободное передвижение кадров. Но с другой стороны налоги они будут платить, я думаю, такие же, согласно налоговому кодексу Республики Казахстан. А в целом, с учетом роста экономики, с учетом новых инвестиций, релокаций компаний, я думаю, приток, какой-то определенный процент притока иностранной квалифицированной рабочей силы, он логичен. Круглосуточное патрулирование идет на постах в Западно-Казахстанской области. Пункты въездов из России под контролем. Также в усиленном режиме несут службу и полицейские области, сообщили сегодня на брифинге. Напомню, за несколько дней в регион въехали порядка 17 тысяч россиян. Местными властями организован подвоз с границы до областного центра по регламентированной цене 700 рублей с человека. Также решен вопрос и с временным проживанием приезжих. 330 мест выделили в детских лагерях. За 9 месяцев в миграционной полиции зарегистрировано 12 265 граждан Российской Федерации. Самое большое количество обратившихся, почти 1500 человек, зафиксировано за 26 сентября. Также за этот день 1200 россиян подали заявки на получение ИИН. Сейчас решаются вопросы и об увеличении количества маршрутов на различные направления. Криптовалюта в Казахстане может получить полное правовое признание. Об этом заявил Хасым Жамар Тукаев на открытии международного форума Digital Bridge. Президент отметил, что развивается криптовалютная экосистема, регулируемый и прозрачный майнинг, также развивается на площадке МФЦ. В этом направлении Казахстан готов двигаться и дальше. Актуальным вопросом остается 100% обеспечение казахстанцев доступным и качественным интернетом. Уровень общего охвата президент оценил положительный. При этом отметил, что по некоторым данным более 300 тысяч жителей сел не имеют пока доступа к интернет-связи. Профильному министерству поручено разобраться с этими цифрами и активизировать проводимую работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем. В Центральной избирательной комиссии проводят обучающий курс для представителей средств массовой информации. В течение трех дней журналистов ознакомят с принципами освещения избирательных процессов во время и после проведения президентских выборов. Сегодня им объяснили основу избирательной системы, этапы голосования, роль журналистов во время выборов, их права и ответственность. Также работникам прессы разъяснят новеллы выборного законодательства. Всего же в семинаре участвуют больше 65 журналистов со всех регионов страны. Всего площадок обучения у нас шесть. Мы проводим онлайн-семинар для главных редакторов средств массовой информации, для представителей неправительственных организаций, особенно тех, которые участвуют в наблюдении. Есть другая площадка, это дистанционное обучение. Здесь за счет дистанционного обучения наша цель обучить свыше 70 тысяч членов участковых и территориальных избирательных комиссий без отрыва от основной профессиональной деятельности. Опыт работы Павлодарской области в сфере предупреждения и противодействия коррупции предлагают взять на вооружение другим регионам страны. С начала года в области, где реализуется пилотный проект, анализирующий работу госорганов и квази-государственного сектора, добились неплохих результатов. Перед антикором теперь стоит задача устранить выявленные коррупционные риски. Реализация проекта по предупреждению противодействию коррупции способствует специализированной программе проектного менеджмента. Система позволяет оперативно отслеживать работу госорганов и выявлять коррупционные риски. Очень удобная программа, потому что мы в режиме реального времени все видим. То есть у нас получается, исполнители сами загружают сюда документы, дебюрократизация идет, то есть мы не ведем лишнюю переписку. Исполнители сами загружают сюда задачи, документы. Мы уже здесь их, получается, с проектного офиса можем отслеживать и следить за ходом исполнения задач. Основная доля, конечно, выявленных коррупционных рисков связана с различными разночтениями в законодательстве, в нормативных правах актов. И вот в этой связи мы, получается, направляем письма в центральные госорганы, в выполненные органы с обоснованиями и предложениями внесения изменений в соответствующие законодательные акты. Зачастую в работе госорганов наблюдается и банальное бездействие. Юрист крестьянского хозяйства из Железенского района Ксения Кромеади 7 лет пытается заставить отдел земельных отношений изъять неиспользуемые земли в государственный фонд. Почти 7 тысяч гектаров благодатной пашни не возделываются много лет. Проведите проверку, изымите эти земли в пользу государства, на что абсолютное бездействие. Не проводится никаких проверок, никаких мониторинговых мероприятий, ну и соответствие мероприятий по изъятию этих земель. Немедленно, я даю трое суток, доложите мне результаты. Проведите анализ, если эта информация подтверждается, то будут приняты адекватные мероприятия. Володарский опыт борьбы с коррупцией оказался результативным. Первое место в разрезе республики. С начала года в регионе удалось предотвратить множество коррупционных рисков. Основная доля проекта ТБН-4 выполнена. Осталось только устранить выявленные нарушения. И антикор этим уже занимается. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игликов из Палладара, Хабар, 24. В Германии вновь растет число инфицированных COVID-19. За минувшие сутки институт имени Роберта Коха зарегистрировал почти 90 тысяч случаев среди заболевших коронавирусом канцлер Германии Олаф Шольц, а также министр внутренних дел Нэнси Фезер. Болезнь у политиков проходит в легкой форме, однако оба отменили все встречи и ушли на больничный. Я напомню, вирусологи прогнозируют в Германии новую волну эпидемии. Бундестаг уже принял пакет мер. С этих выходных вступят в силу новые ограничения. Жители будут обязаны носить маски при посещении больниц, домов престарелых, а также в общественном транспорте и региональных поездах, за исключением самолетов. Там средства защиты не нужны. Исходя из эпидситуации, власть региона вправе ужесточать или смягчать меры. Тем временем медики советуют тестироваться и прививаться. С сегодняшнего дня в Берлине стартовала кампания вакцинации препаратом против штамма Omicron. Я уже получил три прививки. В первую очередь я привился ради своих родных, так как мои бабушка и дедушка в возрасте. Я считаю, что вакцинация очень важна. Конечно, невозможно защититься от болезни на 100%. Однако прививку лучше сделать, чтобы жить нормальной жизнью. В целом я не против масочного режима в автобусах и поездах. Но иногда тяжело долго ехать. Очки запотевают. Я трижды привит, здоров и бодр. Думаю, благодаря вакцинации в Германии больше не будет драматической ситуации с переполненными госпиталями. Я считаю, что маски нужно носить в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию. К примеру, когда я и мои коллеги на конференции, мы всегда носим средства защиты. А в Токио состоялась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синзо Абе. Казахстан на похоронах представил заместитель премьер-министра глава МИД Мухтар Тлюберде. Политик отметил, что Синзо Абе был близким другом нашей страны и внес весомый вклад в укрепление взаимоотношений между двумя государствами. Напомню, Абе, занимавший пост премьер-министра дольше всех в истории Японии, был убит в результате покушения в июле этого года. В кругу семьи и близких друзей с экс-премьером простились 12 июля. Он был кремирован в токийском храме. Государственные же похороны Абе было решено провести 27 сентября в токийском спортивно-концертном центре Ниппон-Будакам. В церемонии приняли участие свыше 4000 человек, среди которых 700 зарубежных представителей из 27 стран мира и международных организаций. В столице Казахстана в рамках празднования 30-летия со дня проведения первого всемирного курултая казахов начался международный форум «Казахи-эле». На прямой связи с нами наш корреспондент Амир Хайдаров. Амир, расскажи, с кем из участников уже удалось поговорить и что обсуждают на форуме. Здравствуйте, Арстан. Да, хочу отметить, что пленарная сессия форума в самом разгаре. На ее открытии рассказали о том, как в 1991 году в Казахстан начали возвращаться первые соотечественники. Всего за годы независимости в страну вернулось около миллиона человек. Основная цель же сегодняшнего мероприятия – дальнейшее укрепление связей и отношений между казахами в разных странах. Всего в мире казахская диаспора представлено более чем в 40 государствах, а ее численность – более 6 миллионов человек. Перед началом форума мы встретили кандасов из Германии, Монголии, России и Турции. О значимости сегодняшнего мероприятия хотелось бы поговорить с основателем Сибирского центра казахской культуры Мольдер Алтанай Жунусовой. Она участница того самого первого курлтайа Казахов. Алтынай, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каком году прошел этот первый форум и о своих впечатлениях от участия в таком историческом событии. Первый всемирный курлтай прошел в 1992 году. На тот момент так получилось, что от Томской области в делегации я была самой молодой участницей. И среди нашей делегации были такие именитые люди. Это был сын легендарного кошки Акименгер Ваннартай Кеменгеров, Акина Мангельдыш-Жуцупов, заслуженный художник России Амангельдыш Акенов, заслуженный работник сельского хозяйства Махжан Буланов, ветеран Великой Отечественной войны Султана Симбулов. И вот среди них оказаться, это для меня была, конечно, большая честь. Но когда по приезду сюда, в Казахстан, я увидела, насколько грандиозно все это было, и увидела казахов, приехавших из разных концов мира, я была, конечно, впечатлена и удивлена. Ну, что говорить, если я увидела тогда впервые казахов из Москвы, увидела впервые казахов из Тюмени, хотя Тюмень и Омск рядом. И после этого, после этого первого Курлтая, мы стали уже плотнее знакомиться, сотрудничать между нашими организациями. Ну и в то время было немного российских организаций. И после 30 лет, уже на сегодняшний день, наблюдая всю эту работу, я вижу, что сегодняшний день почти в каждом российском городе, при граничном городе с Казахстаном, работают национально-культурные казахские центры. Ну, что говорить про города, даже в нашей Омской области, почти в каждом районе, где живут казахи, открываются казахские центры, открываются казахские творческие коллективы. А что вы можете сказать о сегодняшнем мероприятии, о его значимости, и как будут, как в дальнейшем можно связать казахов со всего мира в одном месте или под одной крышей, грубо говоря? Я думаю, у нас есть наш независимый Казахстан, и мы уже связаны. И где бы мы ни были, наше сердце всегда болит и стучит в надежде на то, что всегда, где бы ни жили мы, мы всегда будем вместе, где бы мы ни были. И слова хочу сказать нашего Акына, кстати, тоже он был участником, к сожалению, его сегодня нет с нами, но он оставил наш Омский Акын, он оставил такие слова нам. Спасибо большое, Алтынай. Очень сильные слова. Арстан, ну, на этом, к этому часу у меня все. Форум продолжит свою работу, и вам слово. Спасибо, с нами на связи был Амир Хайдаров. Казахстанским туристам будут возвращать часть суммы от путевки. Таким образом, специалисты намерены поддерживать предпринимателей и развивать внутренний туризм. Правда, льготы получат лишь те, кто будет отдыхать вне турсезона. Напомню, ранее в нашей стране внедрили систему Kids Go Free. Детям, путешествующим с родителями по Казахстану, бесплатно выдают авиабилеты. Этой услугой уже воспользовались больше тысячи несовершеннолетних. Мы продолжаем внедрять новые меры господдержки. Сейчас в проработке находятся такие меры господдержки, как внедрение механизма кэшбэк. Но по сравнению с нашими соседями, кэшбэк у нас будет внедряться именно вне туристического сезона. То есть граждане, которые будут путешествовать вне туристического сезона, это в межсезонье, им будет возмещена часть затрат на их отдых. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя.